Когда и где пройдет перепись населения, как проходит вакцинация и итоги работы выездной администрации ВСХОДНИЕ. Эти темы обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина. Но по традиции совещания начали с обращения граждан на портал Добродел. На минувшей неделе жители жаловались на мусор во дворах и не скошенную траву, на припаркованные машины у мусорных контейнеров. Много обращений было в связи с прорывом канализации на улице Германа Титова. Вакцинация в Химках идет активно, отметила заместитель главы округа Ирина Теслева. На сегодняшний день прививку поставили 105 тысяч человек. Из них 65 тысяч завершили вакцинацию. По-прежнему позаботиться о здоровье можно в 9 поликлиниках. Также работают 6 пунктов вакцинации в торговых центрах и в клубе «Активное долголетие». Еще 15 выездных мобильных бригад вакцинируют сотрудников предприятий и отдыхающих в городских парках. На свещание подвели итоги работы выездной администрации, которая два месяца провела всходнее. За это время от горожан поступило 65 просьб и предложений. Почти все они выполнены. Химчане просили отремонтировать тротуары, очистить придорожные водоотводные каналы, спилить аварийные деревья, эвакуировать брошенные бесхозные машины, убрать несанкционированные свалки и организовать дополнительные места для сбора мусора. Эта работа постоянно ведется у нас в весенний-летний период, поэтому у нас еще есть районы Набережных, в которых предстоит много работы. Я думаю, что темы те же самые, плюс благоустройство. Поэтому с сегодняшнего дня администрация будет работать на выезде Набережных до 1 сентября в месяц. Хорошо довести до наших жителей о том, что мы развернем там штаб. И все вопросы, темы, которые связаны с тем временем, должны быть уже решены в течение месяца, пока мы будем там находиться. Обсудили на совещании и организацию Всероссийской переписи населения. Она стартует 15 октября. В Химках во всех районах округа будет организовано 23 переписных участка. Они будут работать до 14 ноября. Кроме этого заявить о себе можно будет на портале Госуслуг до 8 ноября.